Есть разные режимы работы. Чаще всего к вам будут обращаться пациенты, у которых комплекс нарушений на разных уровнях. И приоритет эмоций вы выясняете тогда, когда терапевтическая локализация на лобных буграх восстановит больше всего ассоциированных мышц, ранее гипотоничных. Другие терапевтические локализации сделают это намного меньше или они будут не работать. Но поскольку мы с вами находимся на третьем дне и все дни мы занимались тем, что гармонизировали, уравновешивали, навряд ли у кого-то сейчас будут явные эмоциональные нарушения, которые будут на поверхности. Мы будем с вами обращать сейчас внимание на скрытые нарушения. Как найти явные нарушения, все понятно. Теонолобные бугры дают восстановление. Ну а сейчас у нас, скорее всего, будет поиск скрытых нарушений. Сопротивляемся, опускаем, сопротивляемся, вторая рука, сопротивляемся, опускаем, сопротивляемся. Шаги, сопротивляемся, сопротивляемся, другая, сопротивляемся, сопротивляемся. Итак, теперь я хочу помочь человеку разобраться с теми эмоциональными диссонансами, которые могут проявляться в тех или иных ситуациях, с которыми он будет встречаться. И для того, чтобы я это мог делать, мне нужно попросить подумать о какой-то проблеме, о какой-то ситуации, в которой происходят сильные эмоции. Но не говори пока. Нужно что-то выбрать. Выбрал? Сейчас. Выбирай. Думай, не сопротивляйся. Думай. Шаги. Думай. Думай. Ну, то есть гипотония тотальная. Продолжай думать об этой ситуации. Залонные буквы. Сопротивляйся. Это приоритет. Продолжай думать об этой ситуации. Сопротивляйся. Продолжай думать об этой ситуации. Если бы он думал, и здесь был приоритет, это энергетические процессы. И тогда нужно было бы заниматься. Но поскольку здесь, значит, это эмоциональные процессы. Я сейчас, не спрашивая его, какая это эмоция, покажу, как находить эту эмоцию. И это пригодится в тех случаях, когда человек, ну, очень далек от этого, и он настолько скрывает это от себя, что даже сам не может знать, что это такое. Или он выдает вам то, что очень далеко от этого. Да, вот как выйти на эту эмоцию? Продолжай думать. Сопротивляйся. 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 И ещё. И видите, какая точка? Нет, это неочевидный отросток, это сердце. А сердце у нас отвечает за любовь и ненависть. То есть это гнев, раздражение, но сердце... Чувство в сердце — это не чувство в жорчевыделительной системе. В чистом виде это ненависть, а если это близкие люди — это обида, в которой всё собирается воедино. И гнев, и страх, и грусть, и печаль от того, что приходится переживать такие эмоции. Поэтому это или обида, или это, скажем, что-то близкое к ненависти к тому или иному человеку. Вы молчите. Думайте об этой ситуации. Ненависть. Обида. Обида. Ну, поскольку это обида, тогда это какой-то ближний круг. Потому что на врагов не обижаются, их ненавидят. Да? Итак, это обида на кого-то из близких или значимых людей, которые... с которыми вы имеете дело. Может, на отца. Ну, это обида на отца. На мать. На мать. Нет. Понятно, да, как это выглядит? Вышли на отца. А еще на кого-то обижаюсь. Ну, он говорит, я обижаюсь еще на кого-то. Я обижаюсь еще на кого-то. Сопротивляемся. Нет. Это отец. Итак, мы вышли на чувства, и это чувство нам подсказывает эмоцию, и мы говорим, кто или что в вашей жизни вызывает вот эти чувства и переживания. Человек говорит, вот он, он, он или он. И мы тестируем. Первое, что нам нужно четко определить, какая это эмоция, какое-то чувство. Второе, нам нужно четко определить объект. И мы можем еще сказать... Ну, а в каких ситуациях это происходит? Ну, как бы... Ну, это в детстве, это не сейчас. Происходило. Ну, видимо, какое-то несправедливое воздействие было. Да? Возможно, я обижался, потому что до восьми лет его не было рядом. Не было рядом. Значит, хотелось воздействия, а его не было. Да? То есть... Хорошо. Итак, теперь мы поблагодарим отца за то, что он стимулирует нас себя познавать и развиваться. Немножко его отстраняем и направляем внимание на это чувство. Да? На эту обиду. И скажите нам, интенсивность от ноля до десяти баллов сколько? Девять. Девять баллов обида. Девять баллов. Что? Следующий шаг. Вот, смотрите, мы с вами сделали сколько шагов. Мы сделали три и сделали четвертый шаг. Он сам рассказал, что это давнишняя история. Если бы он сказал, я обиделся на начальника, на коллегу, ну, на коллегу навряд ли, на начальника. Мы бы спросили, а не было ли подобного чувства? Он бы сказал, да, на отца раньше. И мы бы тогда пошли туда. Если бы он сказал, вот начальник, хороший человек, но мне мало уделяет внимание, я на него обижаюсь. Да? И мы бы спросили, а что-то раньше было? Да. И вот четвертый пункт. Естественно, как только мы выходим на четвертый пункт, мы должны найти конкретно ситуацию и оценить интенсивность переживаний. После этого мы идем дальше. И шестой пункт, ему имеет смысл делать, потому что некоторые люди могут менять реакции, что называется психологией реверсии или самосаботажа. Вот чтобы этого не было, шестой пункт я рекомендую включать обязательно. Он делается очень просто. Рука кладется на грудину, и вы говорите, несмотря на то, что я чувствую обиду на отца за то, что он не уделял мне внимание, которого я хотел, я принимаю и люблю себя. И я научусь решать эти ситуации достойно. И я научусь решать эти ситуации достойно. Угу. Двухвына. Опять оцениваем интенсивность чувства. Шесть. Видите, сделали шаг уже с девяти на шесть. Чувство обиды на шесть баллов. Хорошо. Идем дальше. Теперь нам нужно заняться растворением этого чувства. И мы делаем следующее. Мы говорим, вы будете прикасаться указательным и средним пальцем этого места. Ну, потом, допустим, верхняя губа, нижняя губа, грудина и живот. Начинаем отсюда. Говорите, я признаю, что у меня есть обида на отца. Я признаю, что у меня есть обида на отца. Мы уже говорили о том, что это самое сложное. Дальше. Верхняя губа. «Я осознаю, что сам создаю эту обиду и разрешаю ей быть». В этот момент желательно спросите человека, он осознает это или нет? Осознаю. Потому что некоторые это не осознают. Я это осознаю, да, Витя? Да, осознаю. Следующее. Вот сюда. Я даю своей обиде внутри себя пространство. Я разрешаю ей быть. Я даю своей обиде внутри себя пространство. Я разрешаю ей быть. Вдох, выдох. Переносим на грудину. Я целиком и полностью принимаю свою обиду во всех ситуациях и отношениях. С самого начала. Я целиком и полностью принимаю свою обиду во всех ситуациях и отношениях с самого начала. Вдох и на выдохе. И отпускаю свою обиду в свет и любовь Создателя. И отпускаю свою обиду в свет и любовь Создателя. В изначальную энергию любви. В изначальную энергию любви. Хорошо. Отпустили? Да. Насколько баллов сейчас? Два. Чувствую обиду на два балла. Сопротивляйтесь. Хорошо. На живот. Я благодарю себя за этот жизненный опыт. Я благодарю себя за этот жизненный опыт. И я извлеку из него все самое ценное. Я извлеку из него все самое ценное. Вдох, выдох. Я чувствую обиду на ноль баллов. Я чувствую обиду на ноль баллов. Если бы она осталась на 1 балла, то для того, чтобы он ее мог отпустить, можно было бы, конечно, это повторить, но намного лучше начать задавать вопросы. Вот сейчас его сознание просветлело, туман эмоций рассеялся, и он может излечь уроки. И можно использовать эту ясность восприятия для того, чтобы помочь человеку излечь уроки, чтобы он больше к этому не возвращался. Даже если это ноль баллов.